Что будет с ВПН и ТОРом в ближайшее время в связи с принятием закона определенных? В ближайшее время, я думаю, ничего сильно радикально не изменится в этом отношении. Главная проблема была в чем? Как я это увижу для себя? Сайты ВПН-провайдеров, тех, кто рассказывает о том, как ходить блокировки, они уже блокировались и несколько лет до этого. Но это вызывало очень бурную волну возмущения среди оппозиционеров, СМИ и даже пользователей. Им нужно было придумать какой-то легитимный инструмент для того, чтобы начать это делать, во-первых, полномасштабно, во-вторых, чтобы к ним не было никаких претензий, они вот этот вопрос решили принять им этого закона. Потому что теперь они смогут приходить и блокировать ту же самую Роскомсвободу, которая рассказывает о том, как обходить блокировки, там, не знаю, какие-то блоги пользователей в ЖЖ, западных ВПН-провайдеров. И второй вопрос, который они для себя решают здесь, то, что они хотят получить базу иностранных компаний, которые хотят или уже работают на российском рынке и начать стричь с ней. То есть они будут блокировать сайты ВПН-провайдеров, те, кто захотят работать на российском рынке по их плану, будут приходить регистрироваться, наверное, хотят с ними договориться. Я, на самом деле, себе не очень представляю, как они собираются договариваться с крупными иностранными ВПН-провайдерами, которые не пойдут ни на какие сделки просто из-за того, что они потеряют репутацию и клиентов. Поэтому, я не знаю, какие-нибудь мелкие или ВПН-провайдеры-спойлеры, которые создаются специально для того, чтобы работать со спецслужбами, такие, может быть, и найдутся. Мне даже будет интересно, на самом деле, посмотреть, кто войдет в реестр ВПН-провайдеров, которым будет разрешено работать на территории России. То есть будет такой список ВПН-провайдеров, которые могут работать в России? Они же этого и хотят, они декларируют, они говорят, мы как бы не против ВПН, но мы хотим, во-первых, чтобы они регистрировались, во-вторых, хотим, чтобы они блокировали сайты, которые мы им будем присылать.